Мы ощущаем необходимость встречи с теми, кто остался еще в живых, и особенно с молодежью. Мы – третье поколение победителей, с гордостью говорит Николай Кутузов. Пока живые должны сохранять память о фронтовиках, обеспечить ветеранам достойную жизнь. Мы верим, что жизнь будет лучше, прекраснее, и старики надеются, что мы не будем забыты. Город воинской славы – это звание «Орел» получил в 2010 году. Битва за область далась нашим войскам тяжелой ценой. В ходе Орловской операции общие потери наших войск составили почти 430 тысяч. В память о подвигах тех, кто не вернулся с поля брани, полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов и глава региона Вадим Потомский возложили цветы к вечному огню в сквере танкистов. Мы из одного города, из одних людей, преданных этой родине. Несмотря на преклонные годы, они по-прежнему в строю. Военная форма и грудь в орденах. Александр Беглов передал ветеранам пожелания здоровья и долголетия от президента страны Владимира Путина. Вы отстояли независимой страны, теперь нам предстоит отстоять умы наших наследников, сказал Александр Беглов. К многочисленным наградам ветеранов прибавилась еще одна – медаль 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы идет полным ходом. В Орловской области разработали свой план и строго следует ему, заверил Вадим Потомский. Город начнет украшаться, город мы преобразим, он получит символику победы. Это все жители города это увидят. У нас будет огромное количество культурно-мастеров в мероприятии. Тот самый, тот самый, заботный полк, около тысячи человек будет участвовать в этом шествии. Будут нести фотографии видов, праведов. Достойное будущее не может быть без должного почитания прошлого, говорили на встрече. Главное сегодня – поддержка ветеранов войны. Я убедился сам, что поручения президента Орловской области выполняются. А самое главное, губернатору принято решение за счет сокращения аппарата решить до конца года задачу выделения квартир участникам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной войны и блокадам. Нам уже федеральный бюджет перечислил 138 миллионов. Денег нам будет вполне достаточно для того, чтобы мы 100% эту программу выполнили. И каждая ветеранность до 9 мая, не до конца года, а до 9 мая получит учебный бюджет. Сергей Кравцов, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». tactical каждому мы не могли сказать Carbonality Джумабаеву, телеканал «Звете» и т